Всем привет! Я уже отвела Полину в лагерь. Сейчас шла по территории школьной. Иду на остановку, поеду на работу. У нас прям витруган, очень холоднющий. А утром полчаса сидела, красила свои изделия. Едет уже мой троллейбус. Успела на него. А так бы еще 15 минут пришлось ждать. Все, я уже отработала в доме. Убрала также квартиру. Сейчас осталось выбросить мусор и пойду еще на одну квартиру, а потом домой. Все, квартиру вторую тоже убрала. Едет моя такса. И сейчас поеду домой. Бешеные собаки. Картошки нажарил с мясом и с колбасой буду кушать. Всем приятного аппетита. Потом это понесу сушиться. И подкрасила серенькое перышко. Потом с остальными нужно, короче, я уже почти-почти-почти заказ доделала. Ну, думаю, в воскресенье где-то отдам. А сегодня надо будет пойти отправить посылку. Все, заказ Васиповичи упаковала. Тут две кропки друг на дружке. В пупырке изделие. И сверху вот так пупырка плюс скотч. Европочта принимает и такое. Но главное, чтобы только крепко было, чтобы не поломалось. Сюда этикетку наклеим. И вот так это все поедет. Мне уже заказ оплатили. Все. Поэтому скоро понесу. Ну что, идем отправлять посылку мою первую. Первый раз с Европочты что-то отправляю. Никогда до этого не отправляла. Уже почти-почти. Все. Ура-ура. Отправила. Короче, мы с ней договорились. Так что она мне, короче, еще и за отправку сбрасывает сразу деньги в итоге. Ну, чтобы ей не платить. В итоге она мне все проплатила. И, короче, посылка поехала в Осиповичи. Я надеюсь, что на нее не будут наступать. Сходила в Санту. Покупаю, значит, мороженое. Все цены пересмотрела. Покупаю мороженое на ценнике 4,49. Пробивает 5,49. Я говорю, что за нахрен. Она говорит, 5,49. Я говорю, ты законы знаешь или нет? Говорит, а что я должна сделать? Я говорю, ты мне должна, говорю, пробить то, что написано на ценнике. А кто мне рубль вернет? Я говорю, это ты уже с магазином разбирайся, кто тебе рубль вернет. Мы не успели поменять ценники. Короче, в законе прописано, если ценник такой, хоть даже 0 рублей, 0 рублей 0 копеек, вам все равно обязаны по ценнику продать. Не как у них по новым ценам, а по ценнику. Ну, собственно, говорю, зови заведующую, не знаю, кого там. Короче, подошла эта продавец, кассир на вторую кассу. Говорит, прикинь, говорит, она хочет, чтобы я ей на рубль дешевле продала. Я говорю, если ты не знаешь законы, я не виновата. Все, посчитали мне без этого рубля. Было 13 с чем-то, стало 12 с чем-то. Ну, плохо нашли. Сейчас. Я говорю, вечером, говорю, когда будет делать нефиг. О, у нас снег пошел. Я говорю, прочтите законы. Вот и все. Ну, все. Говорит, а кто рубль будет возвращать? Я говорю, женщина. Говорит, мне все равно, кто тебе рубль будет возвращать. Почему я тебе должна рубль этот в кассу класть? Короче, иду домой, блин. Купила наполнитель, иду домой. Купила вот этот вот 8 литров наполнитель, стоил 3 рубля. Короче, продукты и плюс покупки из фикс прайс. Короче, в фикс прайсе купила лоток вот таких вот яиц. Похоже, да? Я хотела купить настоящее, покрасить. И мне нужно, короче, композицию собрать из этих рук на Пасху. Ну, типа, понятно, да? Хочу, типа, в эти руки там, ну, не прям вот так, в смысле, они достанутся, да? Я хочу выложить композицию, типа, пасхальную. Впадлу было яйца реальные покупать. У нас все равно их никто не ест. Купила шесть таких. Вот так вот. Так. Дальше. Когда буду отправлять посылочки, взяла вот такие вот клевые наклеечки, чтобы наклеить, чтобы красивенько было. А Полине, смотрите, какие я взяла. И тут эти вот еще, они движутся. Охренеть. Два рубля эти стоили, полтора вот эти. Вот. Бой за это мороженое шел. В итоге 4,49 обошлось, а не 5,49. Денису пивас. Выходной у него сегодня, так что можно. Маффин с бананом Полине. Ну и мороженое я отсюда есть 100 граммовку. Тут 250, 100 грамм я и, короче, раз половиню. Не брала уже отдельную порцию. Короче, поедим вместе. Мне меньше будет. И вот такие вот булки, как я брала в прошлый раз. Все. Сейчас я ей отдам эти наклеечки. Так, например, секретарь Северного государства расскажет Беларусь и Россия ведут работу над созданием единой инфраструктуры и у меня нос поцарапанный. И тут потом я покусал так из-за щеку и из-за бороды. Бедная не знает, куда наклейки приклеить. Метаются по всей этой комнате. Куда ты собралась там клеить? Никуда. покажи блокнот. Желтенький. Покажи. бедолага, не знаю, куда вклеить. А что она здесь должна быть у тебя другой пенал для ручек. Тут фломастеры только. Черную ручку я забрала. Это моя ручка была. Здрасте, это моя ручка. ручка. Ага. А что ты две пуговицы застегнула и все? Ай, не страшно. Ничего страшного? Не подсматривайся. Буду подсматривать. Уже собака. Мы обязаны пройти сложный путь переосмысления выхода на новый замещение. Кого? Я помню. Кого? Ого. Субтитры сделал DimaTorzok